Тройка Полотно создавалось в то время, когда крепостное право уже отменили, но русское крестьянство по-прежнему находилось в крайне бедственном положении. Чтобы помочь родителям, дети с измольства включались в работу. Предстающая перед зрителем сцена непосильного детского труда не может не вызвать сочувствия. Трое изможденных ребят, натужно подавшись вперед, тащат сани с огромной бочкой. Расплескавшаяся вода мгновенно застывает на сильном морозе сосульками. Мрачная, серо-коричневая тона только подчеркивает весь ужас ситуации. Обреченно свидеться во всем. Картины изобилуют символами смерти, традиционными для русской культуры. Это и зима, время увядания природы, и вечер, пора окончания дня. И дорога, путь на тот свет, и сани – основное средство перевозки в страну мертвых. И лающая собака темного окраса. Вестник скорой кончины. Главное внимание на картине, безусловно, отводятся детям. Первоначальный художник планировал вызвать как можно больше жалости у зрителя. На подготовительных набросках лица ребятишек выглядели крайне истощенными и уродливыми. А худоба фигур подчеркивалась угловатостью черт и острыми краями лохмутив. Впоследствии Перов немного поэтизировал образы, придал им более миловидные черты и добавил выражение страдания. Однако от этого герои выглядят не менее ужасающе. Полузакрытые глаза, напряженные позы, тяжелые повороты голов, тщедушность тел, вскрывающихся под небо возрасту, подобранные одеждой и обувью. Взрослый мужчина, помогающий тройке вкатить сани на пригорах, изображен согнувшимся. Его лица не видно. Да и сам он почти неприметен и выступает, скорее, частью пейзажа. Аналогичное и его участие. Лишь временное и ничего не меняющее в жизни этих несчастных детей. Известно также, что для персонажей, нарисованных по краям, художник быстро нашел натурщиков. А подходящего прообраза для центрального героя все никак не попадалось. Помог случай. Однажды Перов встретил на улице крестьянку с сыном и сразу понял, что искал именно такого мальчика. Его звали Васей. Он был последней радостью бедной женщины, потерявшей не только мужа, но и всех остальных детей. Спустя несколько лет в дом художнику пришла мать того самого мальчика и рассказала, что ее сын заболел и умер. Безутешная женщина умоляла Перова продать ей тройку. Поскольку полотно уже находилось у известного коллекционера Павла Михайловича Третьякова, живописец написал «Васин портрет сана». «Васин портрет» Субтитры создавал DimaTorzok